Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, я не знаю как мне реагировать на то, что я забочусь о маме. Все, что просто не просто делают для неё, хотя у мамы у нас двое, есть ещё старшая дочь, и она палец о палец не хочет ударить, чтобы позаботиться о маме и помогать в решении её проблем. Но по итогу моих стараний, забот и сочувствия и страдания ко всем проблемам, которые возникали и возникают у мамы за последние 10 лет и брата уйма личного времени на маму и все её проблемы, в ответ я не вижу и не чувствую элементарного уважения или даже любви, или ответственного, нежного и культурного общения со мной и моими детьми, или хоть какой-то ценности моим поступком по решению проблемы мамы. Как так? Хочется объяснение от мамы, ну какие бы мы с ней не заводили. Разговоры и высказывания у неё одни и те же. Я не говорю, что ты плохая дочь, или всё, можешь ничего не делать и не помогать мне, я буду просто жить как живётся. Разве может так быть и продолжаться? Я думаю, что здесь ситуация заключается в вашем чувстве вины перед мамой, то есть вы чувствуете свою вину перед ней за что-то. И соответственно, это в данном случае играет такую вот достаточно, получается, существенную роль. То есть вы, по сути дела, починили, починили себя маме. Вы, по сути дела, сделали себя зависимой от мамы. Вот. И соответственно, как бы ей, вашей маме такая позиция комфортно ей, вашей маме. Такая позиция удобна, судя по тому, что вы описываете. И она со своей стороны менять что-либо вряд ли будет. Вот. Ну, а зачем? Зачем? Зачем что-то менять, да, когда в общем и целом всё хорошо? И так. А вы собой жертвуете и вы, получается, хотите какой-то, ну, какой-то компенсации, да? Вы хотите какой-то награды, вы хотите какого-то для себя, какой-то обратной связи, то есть получается, что вы помогаете ей не просто так, а вы помогаете ей именно для того, чтобы решить какую-то свою проблему. Ну, например, проблемы с чувствованием. Вот. И это очень важно, как мне думается, понимать и замечать, что вы так ощущаете. Вот. То есть, то есть, речь идёт не просто о помощи. Если вы понимаете, что я имею в виду, речь идёт именно о том, конкретно, конкретно. Речь идёт о том, что вы пытаетесь решить какую-то свою проблему или какие-то свои проблемы. Например, проблему принятия. Например, проблему одиночества, например, да? Проблему нужности вы пытаетесь решить. То есть, в этом смысле, в этом смысле очень-очень-очень важно вам саму увидеть. Зачем? И для чего я помогаю маму. Вот. А потом получается так, что вы маме помогаете, на что-то надеетесь. Вот. В итоге не получается. А не получается этого. А мама? А мама, соответственно, думает, что так, в принципе, оно всё и должно быть. Вот. При этом, ну, как бы, ей не объяснить, что вам хочется немножко по-другому. При этом вам не объяснить, что... Ой, ей не объяснить, что вам не все нравится. И... Как бы, ну, она просто в этом смысле живёт вот... В какой-то своей реальности, да? Она живёт в какой-то вот своей... Ну, в какой-то своей... В каком-то своём... Видении мира. Совершенно очевидно. Вот. И... В этом смысле к вам прислушиваться не особо. Вот. Что чувствуете вы? Вы чувствуете то, что... Нарушаются ваши личные границы. Вот. На мой взгляд. Вы это чувствуете в первую очередь. Что... Ну... Что ваши... Личные границы оказываются нарушенными. Нарушенными. Вот. И... Соответственная идея заключается на явку, чтобы вам эти личные границы... Начинать видеть. Чтобы вам... Начинать их... Как-то... Отстаивать. Чтобы вам... Начинать их... Защищать. Вот. Чтобы вам... Начинать... Эээ... К ним прислушиваться. И... Само собой работать... Эээ... С... Эээ... С... Чувствам... Вины. Эээ... Который у вас... На мой взгляд... Присутствует и имеет. А то есть... Что такое чувство вины? Чувство вины... Эээ... Это... История про... Подавленную злость. Это... Это очень важно понимать. Чувство вины... Это история про... Подавленную злость. То есть вы, получается, как-то на свою маму злитесь, вот, а злиться себе вы запрещаете по тем или иным причинам. И это переформировывает у вас такую потребность добиться ее расположения, добиться ее любви и уважения, вот, да, то есть вымолить, заслушать и так далее. Ну, правда, на мой взгляд, заключается в том, что вы не принимаете себя, не принимаете сами себя, вот, и, соответственно, это вас больше всего и мучает, как мне кажется. Вот, естественно, естественно, что здесь могут быть свои нюансы, да, естественно, что чего-то я могу не понимать, да, это естественно. Вот, но, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что вам нужно разрешить себе злиться, разрешить себе злиться на маму, во-первых, вот. Это такой, один из основных моментов, вот, и дальше, дальше уже по нарастающей смотреть, куда, например, вас это приведет, да? Вот, так же, на мой скромный взгляд, вы себя обесцениваете. И, возможно, только возможно, у вас есть некоторая проблематика реализации своей собственной, вот, но это, опять же, в данном случае, мои предположения, я не знаю, я не знаю, наверняка, как обстоят дела, потому что там могут быть нюансы, вот, соответственно, на этом нужно тоже вам обратить свое самое пристальное внимание, потому что в противном случае вы просто рискуете полностью себя потерять, или начать, значит, свою маму ненавидеть, вот, что, наверное, не есть хорошо, да, потому что, ну, все-таки это мама, и общение с ней устраивать нужно, исходя из того, что может, и хочет она, в том числе, вот, а не только вы, не только вы. Дальше. Что касается насчет того, что вы не знаете, как реагировать, то это история про то, что вы запрещаете себе как-то реагировать, то есть вы уже как-то реагируете. И реагируете вы злостью. И, наверное, нужно как раз-таки эту злость вам прожить, с этого и следует начать. Я работаю, я имею в виду, индивидуально. Ну, и мне кажется, что вы недостаточно сепарировались от своей мамы, но это, опять же, предположение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу он позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok